Добрый вечер, уважаемые гости, дорогие друзья. Мы рады вас видеть на очередном, первом в этом году заседании клуба Удмурт-Шайер, Край Удмуртский. Мы открываем презентацию учебно-методического пособия «История, литература и культура родного края». Авторами данного пособия являются сотрудники Института развития образования Елена Анатольевна Тухмачева, Андрей Александрович Клементьев, Светлана Леонидовна Скопкарева, Дарья Михайловна Перьянин и Татьяна Николаевна Русский. Издание подготовлено по заказу Министерства образования и науки Удмуртской республики и вышло под общей редакцией Татьяны Николаевны Бабкиной. Наверное, нужно сказать, что наше заседание сегодняшнее, первое в этом году состоялось только благодаря Институту развития образования Удмуртской республики. Первый повод это, конечно, вышло само издание, потом они нам предоставили вот это прекрасное помещение, прекрасную аудиторию и, конечно, огромная роль у них в организации этого мероприятия. Они наши постоянные и хорошие, отличные партнеры. Вообще, говоря об актуальности сегодняшнего издания, наверное, сегодня оно еще более востребовано, когда мы с вами говорим об воспитании уважительного отношения к малой родине, к родине, к нашей стране. И когда мы все более говорим о создании какого-то туристического кластера, о привлекательности региона, соответственно, конечно, мы должны создавать какой-то свой микроклимат региона. И тут-то оказывается, что автомата Калашникова недостаточно для этого. Это, конечно, для этого нам помогает создавать этот микроклимат и какие-то литературные образы, какое-то литературное наследие, какие-то наши исторические корни, культурные какие-то основы нашего региона. И я думаю, что вот это пособие, оно станет очень полезным для наших педагогов и станет дорогой и ценной единицей хранения Национальной библиотеки Удмуртской Республики. И, пожалуйста, загляните на сайт Национальной библиотеки Удмуртской Республики. Там у нас сегодня представлена Национальная электронная библиотека Удмуртской Республики, где на сегодняшний день представлено более 25 тысяч книг и периодических изданий, касающихся истории, культуры и литературы Удмуртии. Хочу сказать, что мы готовы и в дальнейшем в Национальной библиотеке наше помещение предоставлять для проведения мероприятий. Учитывая те условия, в которых сейчас живет Национальная библиотека и работает, я думаю, хотя, может быть, до нас не так удобно добираться, но, тем не менее, я думаю, это временно, ну, такая трудность преодолеваемая, да, все-таки, я думаю, гораздо приятнее работать в нормальных, хороших услугах. И два слова бы хотела сказать по содержанию сегодняшнего мероприятия. Мы живем, как говорят, во время смены эпох, не дай Бог нам все, как говорят, не дай Бог жить в эпоху перемен. У нас эта эпоха перемен длится уже лет 25, наверное, да. И все время что-то должно измениться, вот-вот мы чувствуем, но как-то меняется все время не там, где хотелось бы, видимо, да. И в этих обстоятельствах, тем более, что у нас такая замечательная российская конституция, мы объявлены государством без идеологии, ни одна идеология не может иметь преимуществ перед другой. Этим очень гордились, когда боролись за демократию. Сейчас, наверное, мы уже понимаем, что на самом деле палку, наверное, перегнули без идеологии, без невозможности формировать у молодого подрастающего поколения мировоззрение, нормальное, устойчивое, для того, чтобы он имел ориентиры какие-то, систему координат, чтобы сориентироваться в жизни, что хорошо, а что плохо, да, как можно себя вести, как нужно себя вести, а как нельзя. И в этом смысле как раз два таких остаются у нас, две опоры для идентичности такой. Это национальная идентичность с одной стороны, и многие исследователи отмечают парадокс этничности в начале 21 века, когда вроде бы у нас процессы глобализации, кругом английские песни, голливудские фильмы по всей планете идут, да, и так далее, и так далее. Стираются границы между странами, но в то же время у нас из паспорта исчезла графа национальности, но в то же время человек вдруг сам, каждый лично человек, гораздо больше стал интересоваться, о какой он собственно национальности, откуда тот народ, которому он принадлежит, да, и в чем его особенности, культура его, традиции и так далее. А второй это феномен связан с идентичностью по малой родине, потому что все мы с вами живем в Удмуртии, и, наверное, вот это тоже накладывает в нас определенный отпечаток и ответственность определенную за судьбу и нашей малой родины, и России в целом. И замечательные строки Флора Васильева, я не буду, которые сейчас цитируют, которые отчасти, может, уже и заездили где-то, да, но тем не менее сильнее, наверное, трудно сказать, потому что действительно вот эти моменты позволяют, в том числе и молодому человеку ориентироваться в этой жизни, найти те точки опоры, на которые он может, оперевшись, действительно сказать, кто я такой, для чего я в этот мир пришел, и что я должен делать в этой жизни. Я думаю, что вот это пособие, такой вот вклад, в том числе и в этом направлении, как раз помочь молодым людям сформировать и отчасти эмоциональную идентичность, и вот такую идентичность, связанную с малой родиной, гражданскую идентичность своей. Я думаю, что это только один из первых шагов, и в дальнейшем работа будет продолжена, и наш институт развития образования будет с этим работать. И, конечно, в тесном партнерстве со всеми, кто на территории Угнурской республики, за ее пределами этой проблематикой занимается. Это, наверное, институт национального образования и, конечно, национальная библиотека, которые, ну, я не знаю, кто еще в нашей, среди наших организаций республиканских столько сил и времени вкладывает в пиар подобного рода книг и событий. Поэтому большое спасибо хотел бы национальной библиотеке сказать и пожелать всем сегодня провести содержательный вечер. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Я бы хотела сказать, что, конечно, такие методические пособия, о которых мы говорим сегодня, не появляются случайно. Это один из закономерных результатов многолетней работы авторов этого пособия и всего нашего Института развития образования. Это результат научных исследований, которые проводили преподаватели наших кафедр и сегодня методисты наших центров. Вот только за последние три года нашими коллегами созданы, вы видите, 10 изданий, более 40 публикаций, посвященных вопросам этнокультурного образования. Результаты исследований воплощаются не только в пособиях, но и в курсах повышения квалификации, на которых многие из вас, конечно же, бывали в стенах нашего Института. Кроме того, у нас существуют многолетние традиции проведения разного рода научных событий, мероприятий, научно-практических конференций, форумов, фестивалей. И те конференции, которые перечислены на слайде, это действительно традиционные конференции, которые проводятся в течение 5-10 лет. Начиная с 2015 года, наш коллектив поставил перед собой новую задачу, которая связана с разработкой регионального этнокультурного стандарта образования. Мы задумались над тем, чтобы многоплановые усилия в формировании этнокультурного, вернее, в формировании человека, носителя этнической культуры, стали бы носить более системный и целенаправленный характер. Именно эту цель мы и преследуем на новом этапе работы в этом направлении. То есть наша задача — формировать этнокультурную компетентность наших обучающихся, а задача коллектива и института — осуществлять научно-методическое сопровождение этой деятельности. И для того, чтобы всю нашу работу действительно сделать системной, целостной и целенаправленной, мы взяли за основу, естественно, идеи разработки ведущих российских ученых в области этнокультурного образования. И вот ставим перед собой сейчас задачу — осуществлять научно-методическое обеспечение по основным направлениям, содержательным линиям и компонентам этнокультурного образования, которые представлены здесь на слайде. И вот я хочу сказать, что важной особенностью методического пособия по истории, культуре и литературе родного края, о котором мы сегодня говорим, является то, что это, пожалуй, одна из первых попыток реализации той научной концепции развития этнокультурной компетентности, о которой я сейчас начала вести речь. И структура этнокультурной компетентности, описанная в работах российских ученых, сводится вот к этим составляющим. То есть это не просто знание в истории родного края, о каких-то памятных местах, культурных памятниках, природных. Это не просто знание, скажем, песен, произведений, литературы. То есть это еще не есть компетентность. Специалисты в области среднего профессионального образования это очень хорошо знают, потому что федеральные образовательные стандарты сегодня ориентируют нас на реализацию компетентностного подхода во всех направлениях деятельности, по всем предметным областям, учебным дисциплинам, которые вы преподаете. И, конечно же, этнокультурное образование не должно стать исключением. И вот авторы данного методического пособия как раз-таки и выстроили его именно в этом современном новом ключе, постарались учесть в нем все составляющие этнокультурной компетентности и дидактически обеспечить через тексты, через систему заданий, вопросов, вспомогательных материалов, иллюстративных формирования вот именно этого образовательного результата благодаря применению тех идей, которые авторы изложили в своем пособии. Очень хочется поделиться и рассказать о том, как мы создавали эти пособия. Это на самом деле не только одно пособие, а несколько пособий. Я сегодня их покажу. Но начну я с таких, может быть, общих, но очень важных слов. Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России является сегодня одной из важнейших целей государственной национальной политики, о чем говорится в очень многих документах, в том числе в том документе, которым мы руководствовались, стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Система образования давно уже стала важным ресурсом усвоения подрастающим поколениям историко-культурного наследия страны. Поэтому принятые в регионах, в том числе и в нашей республике, планы мероприятий по реализации стратегии предполагали разработку программы трагических пособий, рекомендации, учебных пособий для курсов, дисциплин, модулей, направленных на усвоение знаний о традиционной культуре, истории, достижениях народов нашей республики и России в целом. Реализация этнокультурного содержания образования охватывает все звенья образования от начального, даже дошкольного образования, заканчивая вузовским и послевузовским образованием. В профессиональных образовательных организациях наработан достаточно богатый опыт по трансляции историко-культурного наследия регионов образовательных процессов. Однако переход на федеральные государственные стандарты в сентябре 2011 года кардинальным образом изменил условия реализации регионального этнокультурного образования. И возникли определенные проблемы. Эти проблемы очень бурно обсуждались у нас на конференции в 2013 году о состоянии перспективы развития системы профессионального образования в Удмуртской республике. Изучение удмуртского языка и культуры в профессиональных образовательных организациях Удмуртской республики вызвало тревогу и очень бурно обсуждалось на заседаниях Межрегиональной общественной организации Всеудмуртской ассоциации Удмуртки-НЕЖ. И в 2014 году рабочей группой в составе специалистов Министерства образования и науки Удмуртской республики, тогда еще Института повышения квалификации и переподготовки работников образования Удмуртской республики, При поддержке профессиональных образовательных организаций были подготовлены предложения по включению в вариативную часть АПОП СПО учебных дисциплин, направленных на реализацию регионального и культурного содержания и разработаны на основе этого примерные программы «История, литература, культура родного края», программа «Регионоведение» и программа «Удмуртский язык. Роговорный курс». Содержание презентуемого сегодня учебно-методического пособия направлено в первую очередь на обеспечение помощи преподавателям профессиональных образовательных организаций при разработке и реализации рабочей программы учебной дисциплины «История, литература, культура родного края». И это пособие содержит примерную программу учебной дисциплины «История, литература, культура родного края». Методические рекомендации по разработке рабочей программы учебной дисциплины, рекомендации по организации учебного процесса, в том числе подготовки практических занятий, самостоятельной работе, проектной деятельности обучающихся, контролю и оценке результатов освоения учебной дисциплины. Немножко скажу о той программе, которая стала основным толчком для того, чтобы мы создали данное пособие. Программа учебной дисциплины «История, литература, культура родного края» представленная пособием, предоставляет возможность расширить общекультурную подготовку обучающихся, систематизировать и углубить их знания по истории, литературе и культуре родного края, которые были получены ребятами в школе. Сформировать отдельные мировоззренческие позиции. Программа формирует у обучающихся профессиональных образовательных организаций представление и восприятие Удмуртии как родного дома, как родного края. Направлена она на развитие коммуникативных, информационных компетенций, закладывает навыки аналитической работы, умение осмысливать информацию, анализировать и делать выводы. Она ориентирована в первую очередь на то, чтобы выработать у выпускников готовность ориентироваться в многообразном окружающем мире, учитывать и анализировать разные факторы, определять возможности и реализовывать те или иные решения в условиях именно поликультурного общества. И я разрабатывал часть способия, которая называлась «Организация и применение практических занятий». Она «Применение практических занятий». И, как вы уже знаете, способия, которые вы используете уже второй год в своей образовательной деятельности, выделены 18 часов. Это добрая половина всего курса, всей учебной дисциплины. И, конечно же, вам огромная благодарность тем практикам и рецензентам, которые сделали очень ценные предложения для разработки этой части. Я говорю о той таблице, которую вы, наверное, особенно используете в своей работе, планирование и содержание практических занятий, где мы определили тему практических занятий, дали название практическим занятиям, формулировали цель практического занятия, виды деятельности обучающихся, и перечень знаний, умений, и формируемых компетенций обучающихся. Поэтому вот эта таблица, пожалуй, наиболее ценная часть, параграфа по организации, содержание практических занятий. И очень важную роль, конечно, играет организация проектной деятельности обучающихся. И в этом плане, конечно, были очень ценными ваши предложения, замечания, которые поступили. Эту часть разрабатывала Пюрьяья Дарья Михайловна. И, конечно, при разработке и практической части, то есть части по организации практических занятий и по организации проектной деятельности, мы понимали, что каждый из вас работает в образовательных организациях, которые формируют специалистов по определенному профилю. И поэтому мы это проговорили в пособии, что каждый из вас, с учетом профиля своей образовательной организации, с учетом профиля будущего специалиста, вы меняете, варьируете содержание своих практических занятий, организации проектной деятельности, выборе тем проектов. И я абсолютно уверен, что это у вас получается. И наши пособия, наши пособия и в том числе практические занятия являются ресурсом для формирования будущих специалистов, прекрасных специалистов, которые не только ориентируются в жизни нашей прекрасной республики, но также имеют к этому знанию, к этому богатству эмоционально-ценностные отношения. И самое главное, в них формируется соответствующее поведение, в котором проявляется их этнокультурная компетентность. И в этом плане, конечно, важную роль играют практические занятия. Спасибо вам, коллеги, всем за ваши замечания, за ваши пожелания и за вашу апробацию и готовность работать с нашей программой, с нашим пособием, с учетом того, что больше процентов материала, пожалуй, и 90% материала в организации практических занятий вам приходится, ну и лекционных занятий вам приходится искать, конечно, добывать самим. И часть практического материала, который войдет и в Христоматию, электронное приложение, о чем уже говорила Елена Анатольевна, мы вам сегодня постарались собрать и уже демонстрируем течение нашей полезной всем нам встречи. Спасибо. Тоже Батчин Тау. Герд, я ни разу не видел море, я ни разу не видел море, я ни разу не видел юг, и мне кажется, в синем просторе я увижу лишь поле и луг. Гляд, что оно красиво, как живое дрожит при луне, но милей мне родные нивы, стук цепок на Алмуртском гумне, что там волны у круги и дикие, чайки в небе, как белый снег. Но милей мне полынь с повеликой, облака в голубой вышине, мой курорт, наши водские гурты, мое море, просторы полей, где в волнах, точно в море, удмурты жмут своих хлеб, придеваясь к земле. Наше поле не хуже моря, и красивей его востораз, где колосья с ветрами споря гнутся, бьются с зари. С утра наше поле весной голубое, а потом, как начнет цвести, в бледно-желтом томясь спокоя, ждет поры, чтоб зерно пнести. А когда она льется, созреет, станет ярким, как яркий день, золотыми брызгами веет в берегах голубых деревень, я ни разу не видел море, я ни разу не видел юг, и мне кажется, в синем просторе я увижу лишь поле и луг. Ну, раз меня пригласили, разумеется, я свои переводы решил здесь. Вот его перевод, то есть эти стихи в моем переводе на русский. Проходит в мире все своей чередой, все чередуется, жара и холод, растаял снег и луг покрыт травой, уж август громом молнии расколот. Проходит в мире все своей чередой. Мне очень приятно представлять один из разделов этого пособия, это самостоятельная работа. В логике новых образовательных стандартов это все прекрасно знаете, что это главное требование, что мы должны наших обучающихся поставить в ситуацию именно самостоятельного поиска, обретения знаний, наработки, навыков. И, конечно, когда мы работали над этим пособием, прежде всего сами очень много для себя тоже сделали интересных открытий, безусловно. Погрузились в научный мир известных наших, прежде всего российских ученых. И в этом нам помог известный тюменский исследователь, ученый, педагог, доктор педагогических наук Владимир Ильич Загвизинский. На работы, к которым мы опираемся, именно вот эти критерии отбора материалов самостоятельной работы, видов самостоятельной работы, и даже вот сами определения, что такое самостоятельная работа и какова цель этой самостоятельной работы, это все помогло нам действительно представить этот материал. Я думаю, что это будет вам тоже хорошей помощью и подспорье. Ну, существует, конечно, немало определений о вообще его целях. Да, какова цель самостоятельной работы? Это и активная позиция обучающегося, но не степень его уединенности от преподавателя, да? Это форма учебной деятельности студента при управляющей роли преподавателя. Но более всего мне нравится определение. Цель самостоятельной работы дать студентам опыт самостоятельного добывания знаний и соответствующей инструментарии. И вот это мы попытались сделать вот в этом разделе самостоятельной работы. Естественно, представили ее в рамках как аудиторной, так и в неаудиторной работы. Представили темы, предлагаемые для обсуждения в рамках самостоятельной деятельности обучающихся. Естественно, предложили список литературы как основной, так и дополнительной. Ну и, безусловно, вот система оценивания и контроля. Вы обратили на это внимание. Таблица, так же, как и в части практического задания, составленная в отношении самостоятельной работы. И здесь у нас прописаны это все, все эти виды, предлагаемые нами. Это и планируемые результаты обязательно, это система оценивания и, конечно же, контроля. Вот хотелось выразить, уважаемые коллеги, вам большую благодарность, признание за то, что вы действительно нам в рамках модуля по данной теме помогли провести вот эту апробацию, очень успешно, успешно работали вместе с нами, поэтому ваш опыт нам был полезен. Потому как вы, коллеги, да, системы профессионального образования, одни из первых включились в реализацию новых образовательных стандартов, и поэтому в отдельных случаях приходилось и нам учиться у вас, да, вот, и спасибо вам, конечно, за эту помощь. И, конечно же, особую благодарность хотелось бы выразить мне, моим коллегам, работая с ними, я получила огромное удовольствие. Нам настолько было хорошо, комфортно вместе, ну, это благодаря и Татьяне Николаевне Бабкиной, и Лене Анатольевне, и всем тем, кто был в нашем замечательном творчественном коллективе, вот, что вот хочу сказать о том, что сегодня, когда мы еще раз готовились, мы не могли находиться по отдельности, да, уж настолько привыкли вместе мыслить, что даже вместе мыслили на тем, о что мы будем говорить, да, и будет ли это уместно и хорошо. Поэтому, спасибо, вот, я думаю, что мы дальше продолжим работать, планы действительно есть, они очень интересные, мы влюбились в этот проект, и мы действительно собираемся работать, и надеемся на вашу поддержку. Спасибо. Начиная работу над данным методическим пособием, я подходила к ней с двух позиций, с позиции научного сотрудника и практикующего педагога. И, резюмируя проделанную работу, хочу отметить следующее. На сегодняшний день по истории, литературе, культуре Удмуртия накоплено очень много научного материала, сформировано огромное окладе академического знания. И передо мной, как педагогом профессионального образовательного учреждения среднего звена, стала проблема адаптации научного академического знания к особенностям обучающихся. Говоря об особенностях контингента обучающихся, необходимо отметить. Во-первых, это подростки, которые приехали из сельской местности, оторвались от родительского контроля и вынуждены адаптироваться к городу. Во-вторых, не секрет, что часть обучающихся, это ребята, которые в силу определенных причин стараются избежать сдачи единого государственного экзамена, поэтому они не поступают к нам. Ну и в-третьих, это люди, которые пришли получать профессию, а потому не избежать проблем от мотивационного характера, отражающихся в вопросах типа «Для чего электрику изучать историю, литературу, культуру родного края?» «Для чего плотнику это знать?» и так далее. Учитывая эти особенности, необходимо организовать изучение данной дисциплины так, чтобы заинтересовать ребят и действительно попытаться пробудить в них неподдельный интерес к истории и культуре своего родного края. И здесь на помощь приходит методическое пособие, разработанное сотрудниками Института образования. Именно оно стало для меня опорой, от которой я оттолкнулась, создавая собственную систему работы в данном направлении. У нас с обучающимися на уроках истории, литературы и культуры родного края действует одно негласное правило. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Живя в самом сердце нашего родного края, я как педагог считаю великим грехом держать обучающихся в четырех стенах и разглядывать картинки в учебниках и альбомах, когда есть возможность увидеть воочию исторические памятники, соприкоснуться с частичками истории и культуры. Поэтому, наряду со стандартными уроками, с изучением новых тем и выполнением практических занятий, я уделяю большое внимание экскурсиям. Это могут быть как походы в музей, так и экскурсии под достопримечательностям города, где в качестве экскурсовода выступают сами обучающиеся. Так, в рамках изучения данной учебной дисциплины обучающиеся нашего техникума являются частыми гостями Национального музея Удмуртской республики, Национальной библиотеки, Центра истории спорта города Ржерска, Археологического музея Удмуртского государственного университета, ну и других. После каждой экскурсии подводятся итоги. Обучающиеся делятся делятся своими впечатлениями, тут и пишут эссе, тут и отзыв, а у некоторых рождаются даже небольшие стихотворения. В нашем учебном заведении обучаются ребята разных национальностей, а потому весьма интересно проходят уроки знакомства с особенностями культуры народов, проживающих на территории Удмуртии. Обучающиеся с удовольствием рассказывают о своей национальной культуре, обычаях, традициях своего народа, делятся своим уникальным опытом, учатся опытом участия в национальных праздниках и семейных обрядах. Ну и, конечно, сложно добиться интереса к учебному предмету, если нет связи с будущей профессией. И тут на помощь педагогу приходят мастера производственного обучения, без них никуда. Хочу показать один из примеров реализованного проекта. Обучающийся, который был вдохновлен мотивами декоративно-прикладного творчества народов Удмуртской республики, под руководством педагога, мастера производственного обучения, создал ряд украшений, содержащих национальный мотив. Но вообще при реализации программы есть и свои трудности. Например, во-первых, действительно не хватает реставрации и не хватает рабочей тетради. Они бы намного облегчили труд педагога. Но и во-вторых, я столкнулась с такой трудностью, что трудно вывести обучающихся на проектную деятельность. Реализовать проекты могут единицы. Я думаю, это прежде всего связано с тем, что проектная деятельность является новым видом деятельности для ребят, а потому их необходимо обучать проектированию. И тут явно недостаточно 36 часов, которые выделены на изучение учебной дисциплины. Но любое затруднение, оно преодолимо, поэтому тем, кто не смог определиться с проектом, я предлагаю выполнение, например, исследовательских работ как альтернативы. Спасибо за внимание. Я являюсь одним из редакторов вот этого пособия, писателем литературоведа Удмуртии, которое вышло в 2006 году. Состоятелем является Анатолий Николаевич Уваров. Просто сейчас некоторые факты, которые важны для понимания того, что такое история литературы Удмуртии. Моя задача сориентироваться в исторических фактах. И вот я фактически целый год занималась пока только одной темой, связанной с Пугачевским восстанием. Я почитала исторические издания и исследования московские, местные нашего института, документы, факты. И параллельно тексты это Коновалов Михаил, Гаян Роман, Павел Кулешов «Шалые люди, толстые» такое издание, объемное. Перед разрушением Советского Союза как раз издание было выпущено, поэтому возможно на него сейчас мы не обращали внимание. Бор Раменский это Данила Шитов. То есть сарапульские события Пугачевского восстания тоже вот там осмысляются. И конечно я заметила еще особенность нашей региональной литературы, что у всех писателей Удмуртии есть обращение к образу Салавата Юлаева. То есть Салават Юлаев герой уже этих произведений, башкирский поэт и тоже также вот нужно было посмотреть его поэзию, потому что во многом цитаты из Салавата Юлаева в Даниле Шитове есть и о нем тоже говорится об этом авторе. Здесь задача, вот как я для себя выяснила, нужно было посмотреть, как эти авторы восполняют друг друга, что взять у каждого. Хочется, чтобы это были русские авторы, удмуртские авторы. И в этом случае, например, я остановилась, чтобы взять у Павла Кулешова фрагмент о Екатерине Второй и Мифельсоне, когда она дает ему приказ о том, чтобы пленить Пугачева, его сподвижников. Он очень компактный, это рассказ, он потрясающие силы, когда Мифельсон это ее соплеменник, немец, у нее выбор, либо это Суворов, русский, полководец, который побеждал за рубежом, приращивал территорию России, и он должен быть брошен на, не просто на усмирение, а на убиение русичей же. И, конечно, она выбирает Мифельсона. Мифельсона и показана вот эта вот ситуация, когда речь идет, что он охотник, что он, что самое коварное животное это росомаха, потому что он может идти за сахатым неделями, и потом, когда тот обессилит, вцепится в ему, в загривок, и таким образом вот это вот символично, эмблематично, да, вот с точки зрения теории литературы блестящий вот этот фрагмент. Я отобрала также интересные моменты, которые будут любопытны и у Коновалова, и вот из Салавата Юлаева тоже прозвучат, и сбор Раменского, но они будут восполнять общую картину вот этого Пугачевского движения. Более того, я хочу сказать, что поскольку идет тема клинения Пугачева под Казани, то у нас есть педагоги, которые работают фактически на это издание. Я привлекла сюда учителя Ежову, работающего в русской гимназии в Казани, она после вот этой бомбежки, которая в Пугачево произошла, она работает сейчас там, жилье не пригодно для жилья, а то вообще здесь уехала, но ее дети пишут глинки и вот на пугачевские темы таким же образом. То есть Пушкинский музей ее работает, и безусловно, что точка отсчета, ведь во взаимосвязи по знаниям детей это все должно быть передано, точка отсчета это капитанская дочка Пушкина, то есть мы будем опираться на знание детей, то, что получено или ранее во время учебы до среднеспециальных учебных заведений. И отсюда, и далее еще, поскольку нельзя изучать сегодня мы живем в едином мире, нельзя изучать литературу вне контекста мировой литературы, то мне вот, например, как исследователю интересно, что же думают допустим об этих событиях за рубежом. В частности, не так давно, это 12-й год был, так, значит, журнал иностранная литература Роберт Чандлер, переводчик капитанской дочки на английский язык, вот что и как он мыслит о тех событиях и о качестве пушкинского перевода, мы будем сталкиваться с переводами с русского и морского языка, вот как сегодня это звучало, эта тема актуальна, то вот в частности, что говорит о качестве произведения. Паутина повторов, сплетенная Пушкиным, сложна и искусна. Вот, пожалуйста, это тема для исследования детского. Прозу со столь тонкой словесной тканью можно воспроизвести, только впитав каждую подробность оригинала. Я не знаю другого романа, где звуковая структура была бы так важна, где мысли, звук и чувства были бы так неразрывно слиты. Цитата вот зарубежного автора. И вот таким образом, вот этот комплекс притянутый к тематике, заявленной в программе, он должен быть многократно просмотрен, опробирован, и у каждого будет именно свой собственный взгляд, потому что есть, скажем, историк, ведущий вот этот курс, либо филолог, ведущий этот курс, это будут разные совершенно уроки, которые получатся в реальной действительности. Я не буду останавливаться на других фактах, потому что я говорю, что я прорабатывала глубоко только вот эту тему, и у меня ушел целый год на нее, а далее будут темы, заявленные темы, связанные и с декабристами, и с сибирским трактом, и туда действительно нужно прийти, посмотреть, и, кстати, просмотрев, вот побывав уже здесь, можно вернуться к Достоевскому в русской литературе, новыми глазами посмотреть, потому что кто преступник, а кто получает наказание. Фактически Соня, идущая во след с преступнику Раскольниковым. То есть вот эти новые вещи могут открыть реалии нашей республики, юному читателю. Гражданская война. Гражданская война тоже очень сложное явление, и прошу вас продемонстрировать Акиасовский край. Вот она в Сарапуле, в тех южных районах, прошла очень серьезно, и в этом издании с учителем Петровой, которое мы выпустили, создали совместно, моя часть это проработка книги Макарова, Александра Макарова «Алюра». Речь идет о героях, причастных к пяти войнам, судьбоносно по своей семейной биографии. И фактически здесь плюсы, минусы, вот, скажем, какие-то жестокие события, которые касаются жителей нашей республики. Я процитирую только все о мировой литературе из дневников Альбера Камю, Нобелевского лауреата, одну цитату. Да, вы, однобоко, сейчас не смотрели на те события. Действительно, были большие жертвы на территории нашей республики и с той и с другой стороны. Но то, что мне лично открыл Нобелевский лауреат, это тоже, я думаю, будет интересно. Именно, цитирую, именно из-за жестокостей адмирала Колчака в русской компартии возобладали сторонники чекистских методов. То есть, о том, что происходило в России, безусловно, французу Альберу Камю рассказали французские эмигранты, мы должны это тоже понимать. И фактически у него сложилось к 50-м годам после Второй мировой войны сделана эта запись, что вот что было на самом деле в России. Программа интересна, экспериментальна, любопытна, и она привлекает тем, что это можно сделать заново свои собственные уроки и занятия. И в частности еще хочу сказать вот Воткинский вариант Чебаки. Очень мощно работает в нашей республике литературное объединение слова. Это первое, самое старейшее литературное объединение в городе Воткинске и в районе. Это второе их издание. Тоже здесь много интересного из художественной культуры в целом рисунки, поэзия, проза представлены. И поскольку Великая Отечественная война связана с производством оружия в этом городе в первую очередь, то в принципе и оттуда тоже были поэты, которые шли на войну и погибали. В этом году кстати минида соврает Владимир Пантелеевич, он вместе с нами присутствовал на уроке посвященном Юрию Шаврину, русский поэт из Воткинска, были документы присланы из Польши на польском языке, когда, где захоронен, да, вот именно, и как они ухаживают. Это было еще в 80-е годы. А где сейчас следы вот той могилы, это тоже уже далекая история. Но это очень бережно сохраняет учитель литературы, ведущие занятия, поэтому история и литература взаимосвязаны. Нашими сильными традициями являются ежегодные республиканские олимпиады по историческому школьному краеведению, краеведческие чтения, генеалогический конкурс, все те разнообразные формы, которых наши воспитанники представляют результаты самостоятельной краеведческой исследовательской деятельности. И ежегодно нам приходится решать задачу организации летнего полевого этапа детских краеведческих исследований самого увлекательного ожидаемого детьми события, которое заключается в проведении туристских походов, краеведческих экспедиций по родному краю. И сегодня мы представляем форму фотоконкурса, которая позволяет участникам зафиксировать этот процесс и не только это сделать, а также передать свое национальное отношение к тем, изучаемым в этих походах и экспедициях явлениям и событиям. В нашей республиканской выставке конкурсе под названием «У похода есть начало». В этом году приняли участие воспитанники туристско-краеведческих объединений, активы школьных музеев и из образовательных организаций более десяти муниципальных образований республики. На первом этаже мы могли видеть здесь в Институте развития образования работы, представленные в номинации «Краеведческий сюжет». В этой номинации ребята постарались отобразить местные события, памятники культурного наследия, встречи с интересными людьми, старожилами, ветеранами, и все, что их удивляло. Это только пятая часть всех работ, представленных на конкурс, их всего около 120, и в них мы видим красоту «Краеведческого края» в номинации «Пейзаж», и рады тому, что эту красоту видят наши воспитанники. Мы видим готовность и стремление подрастающего поколения к активному освоению территории Малой Родины в номинации «Туристское препятствие преодоления», и понимаем, что пеший, лыжный, водный, велотуризм присутствует в нашем образовательном пространстве как отдельный феномен, и эти работы будут размещены на третьем этаже Института развития и образования. А сегодня я желаю всем участникам и гостям заседания Тунидмурского клуба интересного просмотра нашей выставки, благодарю творческий коллектив Института развития и образования, нашего постоянного партнера в организации мероприятий за возможность экспонирования этих вот и работ. И еще раз поздравляю авторов нового пособия. Музыка 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 Музыка